В зале районной администрации состоялось еженедельное рабочее совещание. Об организации пассажирских перевозок на территории Северского района рассказала начальник управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы Ольга Журавель. В муниципалитете функционируют четыре предприятия пассажирского транспорта и два индивидуальных предпринимателя. Маршрутная сеть района составляет семь городских и семнадцать пригородных автобусных маршрутов. В 2018 году проводилась работа по открытию новых маршрутов и повышению качества имеющихся. Также на рабочем совещании подвели итоги уборочной кампании 2018. В этом году общая пассивная площадь увеличилась на одну тысячу гектаров. Валовый сбор составил 111 тысяч тонн, что на 7% выше прошлогодних показателей. В среднем урожай на зерновых и колоссовых культур 57,6 центра с гектара. Состояние зимокультур оценивается удовлетворительно. Как говорил классик, зима близко. И даже ближе, чем кажется. Ноябрь уже вплотную подходит к своему экватору, принося с собой холода. По прогнозам синоптиков и службы МЧС, над европейской частью России усиливается циклон и смещается к югу в Краснодарский край. Ожидается ухудшение погоды и ветер до 30 метров в секунду. Подобная обстановка может продержаться до 14 ноября. В северском районе синоптики обещают падение температур до нуля и первый снег уже 13 числа. Зима постепенно крадется к южной столице, так что всем автомобилистам лучше начать готовиться к сезону заранее. Смена летней резины на зимнюю – дело хлопотное, но безопасность превыше всего. К выходным 17 и 18 ноября ожидается небольшое потепление до плюс 7, а снег сменится дождями. Афибскому дому культуры исполнилось 45 лет. Столь солидный возраст здания вступило во всей красе. Сегодня это современное здание, оснащенное всем необходимым. Просторный уютный зал, техническое оснащение делают его одним из лучших не только в районе, но и во всем Краснодарском крае. Но главное достояние ДК – люди, чьи таланты расфили на его сцене. Ежегодно здесь проводится более 300 мероприятий. Сегодня на базе ДК работает около тысячи человек. Поздравляю и благодарю коллектив Афибского дома культуры. Коллеги знают, что праздник – это очередной рабочий день. Они отдают всю душу работе и живут ею. Делают все возможное, чтобы мероприятие, праздники и творчество наших детей было ярким и незабываемым. Сегодня ваш праздник. Уважаемые ветераны, работники нашего прекрасного Дворца культуры, правильно сейчас говорил директор, нет такого прекрасного Дома культуры в крае, как у нас. Последние годы наш Дом культуры очень сильно преобразился, и вы это все видите. За 45 лет из стен Афибского дома культуры вышло не одно поколение талантливых афибчан. В юбилейный день на сцену ДК поднялись люди, являющиеся частью его истории. Это первый директор Афибского ДК Алексей Баранник, Алла Черкашина, Виктор Рогожин, Валентина Павлова, Анастасия Шведун, Александр Черкашин и Вера Лова. В честь юбилея звание почетный гражданин Афибского городского поселения Северского района получила ветеран культпросвет работы Надежда Николаенко, отдавшая культуре 35 лет. Благодарственными письмами главы поселения наградили всех, кто вносит вклад в развитие Афибского ДК. Всех присутствующих ожидал яркий концерт от творческих коллективов Афибского дома культуры. КОНЕЦ Книгу Геннесса пополнят новые рекорды. Японец Хидзики Икуяма продемонстрировал умение в прыжках со скакалкой в сочетании со сложным элементом. За 30 секунд в таком стиле он сделал 24 прыжка, улучшив свое предыдущее достижение. Но без сложностей не обошлось. «Аплодисменты не только вдохновили меня, но и немного мешали. Обстановка была совершенно другая по сравнению с тем, когда я делал это в одиночестве. Поэтому я счастлив и горжусь тем, что установил рекорд в таких условиях». Другое достижение принадлежит 13-летнему китайскому школьнику Цюэ Цзянь Юйо. Подросток собрал три кубика Рубика, одновременно действуя ногами и руками. «Твоё время – 1 минута 36,39 секунды. Поздравляю с установлением мирового рекорда Геннесса». Ранее Цзянь Юйо собрал кубик Рубика за рекордное время вниз головой менее чем за 16 секунд. «Я очень долго готовился к этим двум рекордам. И только теперь получилось. Когда собираешь кубики Рубика руками и ногами, сложно смотреть одновременно на всё и координировать движение. Это кажется недостижимым. Но когда долго тренируешься, всё получается». Все достижения приурочили ко Всемирному дню рекордов. Его книга Геннесса каждый год проводит в ноябре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова